МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадиокомпании Гомель у студии Натальи Гнатенко. Добрый вечер. Развивать приватный бизнес, больше активно освоивать и главное утромливать европейские рынки. Максимально снижать себе кошт продукции, при этом, зразумело, не хверовать ее якостью. Об задачах по развитию экономики региона шла размова подчас сегодняшней рабочей поездки наместника старшини Гомельского облаконка Болеслава Перштука в Речицкий район. У встречи приняла удел и наш корреспондент Марина Северьянова. Девальвация российской и замежных валют негативно отбилась на экономице Беларуси, как экспорта ориентованной краины в целом и Гомельской в областью приватности. 60% нашей продукции продается за мяжу. Затекавить новых покупников задача нелегкая. Але, например, для Речицкого метизного завода и иншого выезда нема. Такий гигант, как триматься на плаву, працовать только на внутренний рынок не сможет. Потребный европейский покупник. На наш рынок проникает, к сожалению, не очень качественный продукт. Как правило, это китайское происхождение. Завозят его, как правило, опять же наши предприниматели, поставляют торговые сети. И, конечно, фактор цены, он, безусловно, для массового покупателя имеет значение. Я должен сказать, те потребители массового, промышленного производства, строительного комплекса, мебельного производства, которые берут, нареканий и жалоб, по сути дела, к нам по качеству нет. Поэтому мы соблюдаем все технологии, соблюдаем ГОСТы. Я пользуюсь, у меня есть набор вот тех, по сути дела, метизных и дел, о которых вы говорите. Я считаю, что он вполне нормальный, но нам надо наращивать составляющую экспортную. Внутренний рынок очень маленький для нашего метизного завода. Представляете, сколько надо выпустить шурупов, болтов, чтобы обеспечить республику. Каплю в море. Поэтому наше будущее метизного завода, конечно же, в Европе. Продукция речицкого метизного якосная, а для продавать ее в великих объемах складана. Бусыровина закупается в России, а это повеличивает кончатковый кошт метизов. Снижать вытворческие выдатки, экономить палевные энергетические ресурсы, закупать большинственные материалы и конкурентоздольность однозначно повысится. И модернизация вытворчасти, на которую вы решится складана. А для такой риска, выполненное керавництво предприемства, оправдана. Планируем, что в этом году у нас будет установлено комплекс холодно-высочного оборудования для увеличения производства высокопрочных болтов и для этого уже производство печь для термо-химико-термической обработки, для обработки этого крепежа. То есть оборудование будет установлено, мы думаем, где-то в августе-сентября месяце, печь будет попозже, где-то в четвертом квартале. Одной из кропок в маршруте стало и наведывание речицкого товариства с обмежованной отказностью НТС-полиграфия. Открыли его всего несколько лет тому. С начала линейка продукции была невеличкой. Сейчас закупили новое обсталивание, на котором вырабляются этикетки для продукции белорусских предприемств. Например, для Гомель-Хлеб-Прама и Гомельского мясокомбината. Кажут, первые два месяца года были сопровождены от высшей складанами. Но сейчас керавництво с выполненностью глядеть в завтрашний день и в худшем будущем планует шарговую модернизацию и связанное с этим поширение ассортименту. Я считаю хорошенькое, крепкое предприятие, стабильно работающее. Примерно 50 человек работает. 50 миллиардов оборот по году по миллиарду на человека. Это цифра неплохая. Это можно для сравнения с крупными хорошими промышленниками они могли бы конкурировать. Тема новая абсолютно, тема интересная. В уголе практика показывает, что и буйные речицкие метизны, и маленькое полиграфическое предприемство могут работать успехово и рентабельно. Кризис не с долей затопить ни великий корабель, ни маленькую лодку. И все тому, что они своевчасово поменяли экономичный курс. Марина Северьянова, Игорь Марышенко, телерадо-компания «Гомель» из Речицкого района. На минулый день в Минске отбился пятый Всебелорусский народный сход, на котором выяснили основные направления и параметры экономического и социального развития державы на наступные пять годов. Сейчас делегаты делятся своими эмоциями и уражениями с работными коллективами. Мазырский район на пятом Всебелорусском народном сходе представляли 23 делегаты. Среди их студенты, механики, войсковцы, представники мясовой администрации. До речи из всех краин постсоветской просторы, Беларусь одиная, заховывая традицию проведения подобных масштабных мероприемств. Живыми уражениями и эмоциями от Народного форума с коллективом 320-х отделения Белинвестбанка делятся делегаты Рына Кролевич. На Всебелорусском сходе конспектовала самые значные моменты. У ее выступлений шмат цитат керавника державы, гостей форума и коллег. Сегодня, видя, с каким интересом делегаты Всебелорусского народного собрания обсуждают именно в прессе вопросы жизнедеятельности нашей страны и что эти вопросы были услышаны. И практически на протяжении всех двух дней глава государства комментировал выступления делегатов Всебелорусского народного собрания. Какие-то вопросы ставились на контроль, по каким-то сразу давались поручения, чтобы они не принимались к выполнению. Какие-то были включены в проект программы социально-экономического развития нашей страны на 16-20 годы. Сегодня в Гомеле отбылась рабочая состреча представников Державной инспекции по охове живёльного и рослинного свету Беларуси и Державного агентства рыбной господарки Украины. Баки обмерковали пытание суместной деянности на програничных территориях. Олег Сентяров с подробностями. Державная инспекция оховы живёльного и рослинного свету организация не только закрытая, но и рассказывать об усих подробностях своей деятельности тут не вельми мкнуться. Правда, это не отыщется коллег и партнёров из других краин. Поделиться опытом и напрасывками. У Гомель приехали просынки Державного агентства рыбной господарки Украины. На початку с встречи огляд техники, которую выкрасывают белорусские инспекторы. Арсенал великий от сучасных авто и так званых паус-родков до мотоциклов, квадроциклов и снегоходов. Нечто, набытое ещё подчас створения инспекции. Нечто совсем новое, але усё в рабочем стане. Украинцы текавятся техничными характеристиками и рассказывают об своих макчимостях. О, речте, у нас великая протяглась с уместных водных объектов, контролевать, які лепш агульными намаганнями. До речи, основная колькость порушений сегодня региструется миновито на водоёмах. В 2015-е годы инспекции составлено около 260 административных дел. Из этих 260 примерно 60% – это незаконное рыболовство и примерно по 20-15% – это нарушение правил лесопользования, а также незаконная охота. Подчас непосредственного посяжения, размыва об оперативной ситуации и методах работы. Во Украине, например, у пытаниях охова природных ресурсов основный упор зараз на дейность рыбооховных патрулёв. На водоёмах они знаходятся практически круглосуточно. И, как кажуть, негде. Браконьеры сегодня настолько технично оснащены, что одными рейдами не обоистись. У Беларуси ситуация не такая напруженная, а для работы у инспекторов так само хапая. У целом по республице зона отказности державной инспекции по охове живойного и растительного света больше 17 млн гектаров. И усюда повинен быть забеспеченный парадок. Эффективность деятельности белорусских коллег прознают и представники Украины, усоведящим одна задач к этой встрече – деталёвое ознайомление с нашим опытом. Алгоритм тех действий, которые прошла ваша инспекция на этапе создания её, поскольку на сегодняшний день в Украине намечена в планах создания аналогичной единой инспекции, как природоохранного органа, хотелось бы уберечься и самим, и уберечь руководство нашего государства от возможных ошибок, которые были в вашей инспекции на этапе её создания, реформирования. В этой встрече представников Державной инспекции Охого живёльного и рослинного света Беларуси и Державного агентства рыбной господарки Украины первая после досадково притяглого перапынку Баки Перекананы, споняние супрацовництва не принесло користи ни одной из держав и выказывать уповненность взаимодействия службы теперь может быть обновлено в полном объёме. Александр Тюров, Максим Славин, телерадио компания «Гомель». Музей «Буз» к ветке Великой Перамоги завершил своё подороже по городах Беларуси. Опошним областным центром, где побывала операционная выстава, стал «Гомель». Город над Сожем сустрел незвычайный автобус «Миновита Сёння». Как это было, расскажет Ганна Ковалёва. Опошние тыдни, ставши уже знакомитостью, в Беларуси музей «Буз» колесил по всей Украине. Интерактивная выстава к ветке Великой Перамоги проехалася по всех областных центрах, а завершила свой марафон на Гомельской земле. В нашем регионе, первым городом, где ее сустрели, стал «Жлобин». Затым автобус прибыл в областный центр. Даже гомельский приём был, бадай, одним из самых ярких. До музея «Буза» доучились мотоциклисты клуба «Ночные волки». Так, утворивши целую колонну, яны пробыли на пляцу, куда лядового палаца. Тут члены мотоклуба передали у коллекцию музея некольким предметам военных годов. Идея нашего клуба, мотоклуба «Ночные волки», основная, скажем, цель, задача, и всё, как можно это назвать, это быть патриотом своей родины, своей отчизны. Такая есть поговорка «Выйти в народ», да? Не ждать, пока люди придут в музей, а поехать и им показать. Суместный проект БРСМ и Федерации профсоюза у Беларуси народился еще в миновом году. Тогда у Пиросовного музея собрали предметы годов Великой Отчинной войны. За час подороже у каждом городе выстава пополнялась и новыми предметами. Коли же свои правы уступил год культуры, проект вы решили крыху сменить. Зараз на заховывании сюда примают речи, которые отлюстрывают с традицией самобытность нашей краины. И вот тут сформовались уже две тематичные зоны. Беларусь военная и Беларусь мирная. Например, в Витебске области нам предоставили костюм мещанки 19-го столетия. В Минске нам предоставили костюм 17-го столетия, парадный. Также сегодня нам предоставили костюм Гомельской области, Неглевского района. В каждом регионе минимум один экспонат нам предоставлялся в пользование. И более того, когда посетители приходят, особенно ветераны, участники Великой Отечественной войны, они приносят с собой свои воспоминания, книги собственного сочинения. Вот, к примеру, в Шлобене нам ветеран предоставил свою книгу, автором которой он является «Дети войны». И мы включили ее непосредственно уже в экспозицию музея. Отдрузнение традиционных музеев. Тут до всякого можно докрануться, все можно примерить и сфотографовать. Причем куплять столончику, таким автобусе не треба. Наведование музея бесплатное. После Гомеля он отправится в Минск. Презентация обновленной экспозиции отбудется у столицы на передо дни Дня незалежности. Посещая мероприятия, я был в гостях и в других областях. И сегодня здесь, видя молодежь, и что их здесь интересует именно, мы, наверное, в следующий раз выступим с предложением, чтобы здесь привозили в музей, приезжали диджеи. То есть привлекать тем самым больше молодежи к этому мероприятию. Дарача Гомельщина стала завершением марафона и разумстым початком нового проекта под названием «Диалог поколений». Один из первых прошел на базе телерадиокомпании «Гомель». Такие же диалоги отбудутся во всех регионах в области на протягу этого года. Яны дадут махчимость молодым людям заявить про свои погляды, идеи и кратывные пропановы. Ганна Ковалева, Михаил Рабко, телерадиокомпания «Гомель». Захватить и натхнить нагодную службу. Сегодня в Гомеле провели день молодого супрацовника органов внутренних справ. Во врачистой обстановке у музея боевой славы молодым милиционерам уручили лейтенантские погоны и подячные листы. На встречу запросили больше, как 40 молодых супрацовников милиции. Частка из них только пришла на службу и отримала первые лейтенантские погоны. У остальных заплячима год работы. За этот час они становчиво себя проявили, за что отримали грошовые премии, подячные листы и особливую милицейскую узнагороду. Фотосдымок для разгорнутого стяга Управления внутренних справ облывы Конкама. Увагу оказали и батькам, молодых супрацовников. Им уручили подячные листы за достойное выхование детей. Усей узнагороды, удельники мероприемства отримали з рук начальника Управления внутренних справ Гомельского облывы Конкама Владимира Захарчука. И он, до речи, на днях так само примирит новые погоны. Указом президента Владимиру Андреевичу присвоено звание генерал-майора. Сегодняшнее нахождение в этом зале – это значимое, серьезное событие. Это историческое. И вот формирование личности, начиная с тонкостей подхода, воспитательного характера, нахождение в этом зале, воспоминание тех периодов, где здесь заложена история войны, наверное, есть и формирование наших сотрудников. Мы создаем благополучие в целом в республике, в нашей Гомельской области и можем сказать, что для наших жителей, для наших гостей покой в целом в республике и в Гомельской области обеспечен. В первую субботу-лепень в нашей стране означается день кооперации. В Гомельском областном союзе с поживецких товариств с этой нагодой прошел урочистый сход. В дело им приняли главники, работники и ветераны Галины. По доброй традиции, подчас святкования дня кооперации были узнагороджены лучшие работники и коллективы. Варто означать, в минулом году кооператоры нашего региона хорошо спрацовали. По выниках господарча финансовой деятельности за 2015 год Гомельский обеспожил союз занял другое место у республицы. В уголе за опошние 10 годы гомельские кооператоры у агульно-республиканским рейтингу не пускались ниже и за третье место. Сегодня областным споживецким товариствам отводится значная роль у экономицы краины. На их ускладается и важная социальная функция – организация гандля у сельской мясцовости. Большинство подавляющих работников, они очень самоотверженно относятся к своей работе, стараются выполнять те функции, которые на них возложены, для того, чтобы сельское население области, в первую очередь, которую мы преимущественно обслуживаем, было всегда довольным нашим обслуживанием, теми товарами, которые пострадали, тем уровнем культуры, тем уровнем услуг, которые мы сегодня обеспечиваем. Это, а так само и другие новины, вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomil.by. На этом выпуск завершен, в студии працювала Наталья Игнатенко. У себя вам самого доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин